Привет! Сегодня будет много информации. Я решила совместить три набора, которых уже давно задолжала и обещала. Первый – Histoire de Parfum, синяя линейка, которая совсем не синяя. Вот три аромата из этой линейки я пишу. Следующий – все любовники, остаточные, которые у меня были от Карин Ройтфилд. И третий набор – Терри Гинсбург. Так по-русски, наверное, звучит. Давайте начинать! На самом деле я замахнула сегодня на что-то невероятное. Поэтому давайте сразу обозначим, что дома нишевые. Все не очень однозначно. Поэтому если у вас где-то не совпали со мной мнения, да и даже мои мнения сегодняшние, они могут как-то трансформироваться во что-то. Потому что я, конечно же, наблюдаю за этими ароматами уже вот несколько месяцев. И должна сказать, что очень многие просто не подпускали к себе, а теперь вдруг раскрылись с теплом. И вот давайте мы сразу начнем с вот этого набора, который у меня есть. Здесь у меня, значит, пять ароматов. И начну я с самого сладкого, с самого гурманского. Он называется «Флагран де лис». Здесь очень много фруктов, молочных фруктов. И поначалу мне казалось, что это кокос. Но на самом деле здесь инжир, который обеспечивает какое-то плавное течение по молочной реке. Вот такое у меня сложилось от него впечатление. Здесь, конечно, много каких-то сладких фруктов. И цветы присутствуют. И ланг, например, тоже такой придает слегка экзотическую желтую окраску. Но вот это кокос, инжир, ну и зелень, и кислинка, там красная смородина заявлена. Они все-таки так хорошо, гурманские, обыграны. Звучит немножко пудрово. Вот, как я сказала, молочно, так даже лактонно. И он такой плавный. Мне показалось с самого начала, что он не очень шлейфовый. Но потом я вышла на улицу, и он просто как подул на меня. Вот именно вот этой нотой гурманской. Звучит легко, мягко и очень долго. Сидит целый день и прям настойчиво сидит. То есть не смывается. Это, наверное, плюс для тех, кто хочет сделать такое хорошее вложение. Второй аромат, который называется Reve Opulant. Я обещала говорить медленно. Французские названия. Поэтому исправляюсь. Этот аромат состоит из трех частей. Ну вот, в принципе, такая классическая схема. Но здесь вот нет переплетаний каких-то. Сначала идут цветы. Гардения, жасмин, роза. Ну, в общем, если так взять, то это, в принципе, цветочный аромат. Но он очень-очень ярко поддержан персиком и сливой. Вот их-то я как раз-таки и чувствую. И в конце мускус. У меня создается впечатление, вот если образно говорить. Five o'clock, знаете, такой летний, в котором подают персиковый пунш в какой-то хрустальной или стеклянной вазочке такой витиеватой. И вот этот скрип мускуса на вазочке, я его очень хорошо слышу, особенно в конце. Но вот эта воздушная такая, легкая, как где-то, знаете, даже зефирная история вот этого самого персика со сливой и вот этими цветами, которые все это обрамляют. Она привлекательна и для тех, кто любит такие вот ароматы девчачьи, цветочные, букетные, хороший аромат. Сидит он на мне, наверное, часа 4-6. Третий аромат от Байтери, это Пахтипхи. Аромат древесно-цветочный. В нем есть тоже несколько блоков. Первый очень быстро уходит, такая какая-то зеленоватая цитрусовая нота. Она очень быстро испаряется, потом начинается цветочный блок. Там иланг, плавно переходящий в туберозу, и есть роза. И вот эта самая тубероза мне здесь нравится. Обычно я не люблю ноту туберозы, она для меня является тяжелой нотой. Здесь все так сбалансировано достаточно. И роза выдает немножко кисленький оттенок, поэтому хорошо вот эта цветочная пыльцовость и нектарность обыграна. И потом в конце начинаются бальзамы, ладан, табачность. Дым есть. Что-то в нем такое, вот видимо от ладана. И конечно аромат в общем-то является таким каким-то бальзамичным, мягким, даже где-то кошачьим. Я бы его сравнила по своему настроению с поцелуем дракона от Cartier. Вот если так немножко обстрагиваться от нот, потому что здесь есть тоже бальзамы, толу, бальзам, бальзам, что-то вот ветиверовое, сандал, то есть вот такие какие-то лактунные тоже древесины. Поэтому по мягкости они к чем-то похожи. Не очень долго сидит на мне. Два-три часа, наверное. Вот как-то так. Это, наверное, самый скромный из всей вот этой пятерки. Четвертый аромат. Lumière épis. Свет специй или вот просветленные специи, что-то вот в этом роде, если переводить на наш язык. Но я хочу просто здесь подчеркнуть, что действительно специи здесь не кухонные. Не то, что мы используем на кухне, поэтому вот этот цвет, наверное, здесь очень кстати. Аромат один из самых логичных для меня. Ничего мне не мешает. Все сразу вот идет своим чередом. Начало очень взрывное, красивое, цитрусовое, красный апельсин с грейпфрутом и бергамотом. Дальше идет нероли, который вот для меня слушает каким-то проводником от цитруса к цветочности. За ним же с мин с розой и мед. То есть вот эта игра цветочности, немножко кислые ноты розы и меда, который его закругляет, как бы вот успокаивает. Очень красиво. Из специй положили мускатный орех и гвоздику, как пряность. Мне они явно не слышны. Красивый аромат, хорошо сложенный. Ничего революционного, но очень приятный и оригинальный. Последний аромат. Это что-то типа тени ртути, такой какой-то тягучий. Он и такого же цвета, темного, красится аромат. Он действительно мягкий, обволакивающий. Всем, кто любит Insolence от Guerlain, это вот сюда. Здесь много фиалки. Вначале это просто взрыв фиалки. Она заявлена как в первых нотах, так и в сердце. Там и лист фиалки, и сама фиалка. Ну вот она очень хорошо чувствуется. Потом она поддержана ирисом. Есть роза, тоже сладкая. И ланг, и жасмин. И базируется все на бензоине, ванили, сандале и пачули. Древесная, сладкая и достаточно мягкая база. Да, это тень. Это такая какая-то плавная, немножко туманная история, где углы смягчены какими-то интересными завитушками. То есть это никакого откровения, никакого крика и никаких излияний душераздирающих здесь не будет. Мягко, приятно, скорее все-таки на холодное время года, для того, чтобы вот именно вас и согреть. Поэтому обратите внимание, если вам захочется на следующий сезон сменить аромат. Перейдем к любовникам. Вот такой вот у меня прекрасный набор, который был в коробке. Я вам сниму отдельно, покажу. И в них у меня три аромата. Всего семь любовников у этого дома. И каждый олицетворяет какой-то характер мужской. Но все ароматы, естественно, нейтральные по своему гендеру. Могут носиться как женщиной, так и мужчиной. Но мне кажется, что скорее Карин сделала их для себя. Под женскую часть населения. Итак, первый Лоуренс пусть будет. И этот мне нравится очень. Прям вот очень. Если нужно было бы выбирать из всех четырех, которые я уже знаю, ароматы от этого дома, я бы, наверное, выбрала его. И еще один, про который сейчас расскажу. Значит, здесь очень красивый. Уд. Мягкий. Такой совсем не животный и не медицинский. А вот только чуть-чуть намекающий на секс. В нем кожа, в нем дым. И специи, которые я обожаю. Кумин и шафран. По-моему, еще кориандр есть. То есть это такая сцепка, опять-таки, не кулинарная. Это как-то согревает с одной стороны шафраном. С другой стороны холодит вот этим кориандром. И это так красиво звучит. И что вот гениального для меня в этом аромате, так это то, что в нем нет начальных цитрусов или начальной цветочной такой яркой базы. Здесь все построено на вот этом древесном, немножко помадном даже звучании. Но агар-агар здесь есть. Может быть, он придает такой какой-то дымный или кожаный аккорд. Потому что на фрагрантике кожа не указана. И тогда, когда я почувствовала кожу, я как раз-таки пошла на ее сайт. И была рада тому, что все-таки кожу я угадала. Но этот аромат просто гениальный. Вот для таких дамочек, как я. Следующий любовник под именем Орсен. Самая важная нота, которую оговаривает Карин Ройтфилд, это боярышник. Потом идет Тубероза. Потом Апапанакс. И что-то такое сливочное внизу. Тубероза здесь интеллигентная. Она вот где-то показывает свою кремовость. Вначале я чувствую что-то оригинальное. Наверное, это боярышник. Потому что я вот сейчас не могу сказать, чем он пахнет. Чувствуется здесь мягкая древесность сандала. Он, мне кажется, поддерживает вот эту сливочную ноту Туберозы. Вот я сейчас так задумывалась, куда бы я его носила. Мне кажется, что это все-таки не тот аромат, который я бы носила в офис. То есть это больше такой расслабленный вариант, который расскажет о вашей женственности. Такое вам какое-то что-то тоже в нем сенсуальное есть, чувственное. Последнего любовника зовут Джордж. Я его обожаю. Это вот второй аромат, который мне понравился у Карин Ройтфилд. Он мшистый, он землистый, он зеленый. И практически вот он построен на вот таких вот нотах кожаных, достаточно терпких. В нем есть конопля. То, что его смягчает, это роза и жасмин. И причем вот вообще в хвосте. То есть это не на первый план поставлено. И это очень интересно. Наверное, может носиться мужчина. И вот тут как раз таки и ирис ощущаю, о котором я недавно тоже рассказывала. Описывая этот аромат в ирисовом ключе. И вот эта вот мшистая, даже какая-то вот у меня полынная нота здесь слышится. Он очень красивый. И он, когда шлифит, горечи в нем совершенно нету. Она пропадает куда-то, исчезает. И вот в шлейфе я ловлю что-то такое паутиновое, такое светлое. Такое прям нежное-нежное. Мой любовничек. Приступаем к не синей линейке от Histoire de Parfum. Вот это матовое стекло мне очень нравится. Но ароматы сейчас опишу. Значит, самый первый. В нем заявлены альдегиды, герань, мед и мускус. Он оригинальный этот аромат. И вот самое главное, что я могу здесь выделить, это его универсальность и его унисексовость. Вот это, наверное, тот такой вот его самый первый и главный отличительный момент. Альдегиды, наверное, я их чувствую. Но больше я чувствую цитрус вначале. Потом цитрус поддержан геранию. Герань в своей ноте имеет две составляющих. Розовую и лимонную. Наверное, вот она так и поддерживает вот этот цитрус начальный. Потом мед. Да, сладости я чувствую. Это мед не горный. Нет тут здесь боречи. Мускус в конце затирает. Получается достаточно красиво. Мне кажется, что здесь есть молекулярная составляющая. И в зависимости от каждого человека и от погодных условий он развивается. Он не сидит однозначно и монотонно. Шлейфовый, но не окутывающий. В нем скорее такие лучи резкие, которые отходят вот так прямолинейно. Что-то такое свое говорят. Но в какой-то момент рисуют одну картину. Второй аромат самый популярный. Везде вижу. И французы, и вот есть даже один парень бельгиец, который о нем рассказывает с упоением. Как он его носит, и какой шлейф, и как за ним бегут. Его создал Лукамофей, если кому вдруг интересно. И для меня это аромат сладкий. Для меня он леденцовый, конечно. Но здесь леденцы такие, знаете, не те, которые я люблю. Хрустящие, немножко с кислинкой. Здесь есть много цветов. И скорее всего я вот вижу сирень и иланг. Причем сирень, она все-таки дает какую-то свежесть весеннюю. А вот иланг, он ее немножко душит. И сладость вот эту свою, она ее все-таки так толкает в первые ряды. Что-то сливочное есть такое мягкое. Немножко кремоватое. Я не люблю, чтобы было ярко женственно. Или ярко по-мужски. Мне нравится, чтобы это как-то было и нашим, и вашим. Так, это немножко дипломатично. Поэтому вот этот аромат для меня, мне кажется, слишком откровенно женственным. Но это не делает его плохо скроенным или плохо сидящим. Дальше я хочу сказать про его стойкость и про его шлейф. Это, конечно, чемпион, потому что что шлейф, что стойкость выше всяких похвал. В первые разы, когда я вот, когда он меня душил, когда он мне не нравился, я просто ходила и думала, когда же ты уже исчезнешь. Вода не спасает, то есть он нестираемый. После душа он все еще сидит. Ну, в общем, такое вот, опять-таки, хорошее вложение денег. Будет долго сидеть, будет долго играть и радовать тех, кто любит женственные, сладкие, цветочные истории. Третий и самый любимый для меня аромат. Не синий флакон номер три. В общем, такая тавтология тут возникла. Пропускаем. Здесь кожа. Шафран. Вот это сочетание, которое я обожаю. Вообще, шафран это такая вещь. Вот как обыграешь в парфюме, это просто прекрасно. И в кулинарии то же самое. Поэтому вот я здесь вижу кожу очень ярко. Он для меня звучит достаточно зелено, этот аромат. Но кожа немножко все подтирает. То есть она не дает вот этой изделине показаться сочной. Она немножко как-то становится шероховатой, так скажем. Сидит так замечательно и шлейфит. Я должна сказать, если уж сейчас какой-то делать вывод из трех домов, какой мне нравится больше. Мне кажется, что байтерий это ароматы, которые без революционного посыла. У Карин Ройтфилд из четырех ароматов, которые я уже затестила, я проследила все-таки вот эту чувственную направленность. Если цветочность, то она уже немножко провокационная. Если там кожа, то там тоже вот что-то такое вот на грани. И Истуар Де Парфум один из самых молодежно направленных, по моему мнению, домов. И один из самых унисексовых. На любой вкус. Бери не хочу. Конечно же подписывайтесь. Конечно же будьте здоровы. Счастливо и пока. Субтитры подогнал «Симон»